Драйв без динамики. Таким слоганом можно описать возвращение седана Lada Granta Drive Active, который начали отгружать дилерам почти сразу после начала поставок так называемых антисанкционных Grand. Напомним, что изначально Granta Drive Active, разработанная подразделением Lada Sport, получила 28 оригинальных деталей. Модель сохранила штатные моторы-трансмиссию, но получила перенастроенную подвеску. А главная примета этого исполнения в обвесе, куда входят оригинальные бамперы, пороги и задний спойлер. В салоне, украшенном красными вставками, установлены другие передние кресла, а панель приборов имеет другую подсветку. В прошлой жизни седан оснащался 106-сильным 16-клапанником, однако сейчас Drive Active пришлось примерить простенький 8-клапанник отдачи 90 сил. И очевидно, что такая рокировка отрицательно сказалась на динамике машины. Зато продавать дефорсированные автомобили планируют по цене 800 тысяч рублей. В оснащение входят электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, обогреваемые зеркала, аудиоподготовка, бортовой компьютер и центральный замок. Любопытно, что оспортивленной версии доступен кондиционер. Как говорят заводчане, это остатки старых запасов. А вот для обычной гранты заказать кондишен нельзя ни за какие деньги. Эта опция предварительно появится не раньше августа. Как отмечает АвтоВАЗ, новинка оказалась сразу на 118 тысяч дешевле, чем стоила 16-клапанная версия предыдущего модельного года. Между тем, в Тольятти удалось запустить второй конвейер, так называемую третью нитку, с которой должны сходить Нивы обоих поколений. Первое время завод сможет выпускать только машины классического поколения Legend, а с августа пойдут Нивы Travel. Оба автомобиля поддержат импортозамещение, то есть обойдутся без антиблокировочной системы и подушек безопасности, а их моторы получат максимально простые блоки управления, с которыми машины смогут отвечать только эко-нормам Евро-2. Планы по выпуску самые грандиозные. В день только трёх дверок планируется выпускать минимум по 200 штук, а с приходом тревела, назначенного на август, ежедневный объём наверняка удастся увеличить вдвое. Кроме того, в последний месяц лета АвтоВАЗ готовится возобновить производство Ларгуса, так как фургоны и универсалы построены на Логановской платформе.